9 подставных бизнесменов и украденный миллиард долларов. Журналисты Международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности опубликовали результаты своего расследования о выводе денег бывшим руководством Приватбанка. Все подробности в материале. Схема, достойная лучших голливудских фильмов, журналисты Международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности раскрыли, как крупнейший банк страны довели до банкротства. Якобы перед началом национализации топ-менеджеры «Приватбанка» выдали кредиты на миллиард долларов 28 фирмам. Оказалось, компании оформлены на 9 разных бизнесменов. Больше всех получил бывший исполняющий обязанности главы правления «Днеправиа» Виктор Шкиндель – 154 миллиона долларов. Гендиректор фирмы «Оптима-770» Вячеслав Плакасов – ему банк выдал кредит на 136 миллионов. И директор турфирмы «Скорзанера-Закарпатья» Иван Маковичук – 154 миллиона долларов. Более того, выяснилось, что 50 миллионов долларов банк выдал попросту заправщику и таксисту. В одной и той же бизнес-группе человеку принадлежит несколько структур, например, банк, какие-то коммерческие предприятия. Он выдает для своих же предприятий кредиты, которые забирают эти кредиты, не возвращают. Банк остается без активов и банкротится. Она была использована в «Приватбанке». Более того, государство своей национализацией фактически покрыло, прикрыло эту схему. Все девять участников аферы создали свои фирмы всего за несколько дней до получения кредита. Капитал большинства из подставных компаний составил всего 1000 гривен, а имущества для залога попросту не было. Однако это не помешало начальникам отделений «Приватбанка» выдать кредиты на миллиард долларов. Получив деньги, фирмы сразу же объявили себя банкротами и начали ликвидацию. А средства уже никто не вернул. Экономисты уверены, о миллиардной схеме не могли не знать в НБУ, ведь там получают информацию о всех подобных операциях. А тут зацікавлено их дуже багато. Насамперед, це власники, менеджмент «Приватбанка» і ключові клієнти. Якщо правоохоронні органи не займаються цим, вони в долі. Якщо суди не розглядають, вони в долі. Именно эта схема і привела к банкротству «Приватбанка», уверен експерт. И сегодня вот эта огромная дыра в бюджете «Приватбанка», которую оценивали 4,5 млрд долларов, она как раз была сформирована, возможно, в том числе и путем возможного вот этого мошенничества с активами. Миллиардные финансовые махинации теперь расследуют в Генпрокуратуре. Однако пацанные фирмы уже давно закрыты. И где деньги – предмет серьезного международного расследования. А пока что дыру в бюджете теперь уже крупнейшего государственного банка придется латать украинцам из своих кошельков. Алексей Пшимыский, Андрей Кузнецов. Подробности – телеканал «Интер».